МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Как исполняются в Чуваши государственные и муниципальные контракты? Все ли условия соблюдаются подрядчиками? Много ли претензий к качеству и срокам работ? Выясняли на совещании глава Чуваши и правительство республики. Обсудили и результаты мониторинга цен на лекарства. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Еженедельное совещание началось с минуты молчания в памяти о жертвах самой крупной в истории российской авиации катастрофы, которая произошла в субботу на Синайском полуострове. Минэкономразвитие Чуваши проанализировало выполнение государственных контрактов за последние три года. Заключено более 19 тысяч контрактов на общую сумму около 8 миллиардов рублей. Практически все исполняются в срок и с надлежащим качеством. Претензии приходится предъявлять в 0,3% случаев. Если говорить о досудебной претензионной работе, то с целью принятия мер к недобросовестным поставщикам, исполнителям, подрядчикам и госзаказчикам по контрактам, заключенным с 2013 года по 9 месяцев этого года, выставлены к уплате неустойки в размере 8,9 миллионов рублей. Из них уплачено в бюджет в добровольном порядке 4,7 миллиона рублей. Одна из мер воздействия в договоре прописывается пункт об удержании суммы пений и штрафов при окончательном расчете с исполнителем контракта. Вероятно, что недобросовестный заказчик компенсирует вред, причиненный своими действиями или наоборот бездействием, в этом случае достаточно высока. Глава Чуваши Михаил Игнатьев обратил внимание, хотя количество неисполненных или исполненных с нарушениями контрактов невелико, в рублях это ущерб свыше 300 миллионов. Михаил Игнатьев также отметил, недостаточно жестко ведется работа с нарушителями контракта. Разговор с заказчиками, которые не обращаются в суды для взыскания неустойки, будет предметный. В каждом министерстве, у каждого государственного заказчика, у муниципального заказчика есть бухгалтеря, есть экономисты, есть юридистские службы, по крайней мере. Надо тщательным образом смотреть, оценивать. Иван Борисович, давайте вы со своей стороны посмотрите. Если на самом деле ситуация в конце года не изменится, мы по итогам года в первом квартале будем рассматривать на Совете по коррупции с участием правоохранительных органов, прокурора и республики, и будем смотреть. Объективно, когда, это один вопрос, когда мы недорабатываем или специально создаем такие условия для того, чтобы со стороны подрядчиков неустойки не выплачивалось, там очень много вопросов будет подниматься. Руководитель Минздрава Алла Самойлова доложила, цены на препараты из списка жизненно необходимых и препараты топ-10 по сравнению с началом года существенно не изменились. В среднем повышение составляет в клиническом сегменте 4,7%, в амулаторном – 8,3%. По сравнению с январем 2015 года наибольшее повышение розничных цен зафиксировано в ценовой категории до 50 рублей. То есть это так называемые, ну, можно сказать, дешевые препараты. Для сравнения в категории от 50 до 500 рублей повышение составило почти 8%. И в наиболее дорогих препаратах, то есть свыше 500 рублей, рост зафиксирован на 3,4%. Величина розничной торговой надбавки на сопоставляемые препараты в республике составляет 23,2%. По России этот показатель – 24,5%. На совещании вручили государственные награды и благодарности тем, кто принял наиболее активное участие в подготовке и проведении 70-летия Великой Победы. Медаль Ордена за заслуги перед Чувашией получил министр внутренних дел Сергей Семенов. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика. Глава Республики Михаил Игнатьев встретился с телеведущим Леонидом Якубовичем и героем России Николаем Гавриловым. Михаил Игнатьев пригласил известного телеведущего на Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашской Республики, который пройдет 11-12 декабря в Ледовом дворце Чебоксара-Арена. Олимпиада в 2016 году все-таки в Бразилии состоится. И этот вид спорта среди женщин включен для первоолимпийских вид спорта. Всего от нашей республики 16 девушек включены в сборную команды Российской Федерации. Леонид Якубович пообещал изучить свой плотный график и, если будет, время обязательно приедет. Бывать здесь признался артист для него в удовольствие. И вообще такой добродушный, такой милый народ, такой гостеприимный. Спасибо. Душа радуется. Телеведущий отметил и столицу Чувашии. Хотя времени на прогулку по Чебоксарам бывает очень мало, Леонид Якубович успел заметить красоту и чистоту нашего города. Другое крупное спортивное событие, которое в скором времени пройдет в Чувашии, всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России Николая Гаврилова, Михаил Игнатьев обсудил с его организатором. Мы, Михаил Игнатьевич, собираемся снова 18 декабря уже 11 раз приехать с турниром с гостями, с почетами. И вас тоже приглашаем. И олимпийские чемпионы, и герои говорят, что в Чувашии все поставлено правильно. И приоритеты расставлены правильно. Поэтому и с молодежью у нас, по-моему, благодаря вашим усилиям, правильно, хорошая работа ведется. Руководитель региона отметил, действительно, в регионе стало меньше тех, кто курит и употребляет наркотики. И это, в том числе, благодаря развитию сети спортивных учреждений и проведению соревнований. В Чувашии стартовал очередной сезон ночной хоккейной лиги дивизиона «40+. Семь республиканских команд ветеранов-любителей начали борьбу за выход в финал, который пройдет в Сочи в марте 2016 года. Символическое вбрасывание шайбы провели глава Чувашии Михаил Игнатьев и прославленный советский хоккеист, олимпийский чемпион Владимир Мышкин. Вот уже пять лет, как президент страны Владимир Путин положил начало всероссийским соревнованиям любительских хоккейных команд. Ночная хоккейная лига мгновенно приобрела популярность среди ветеранов. Не стали исключением и игроки за 40 в Чувашии. Я думаю, что не только ветераны получают удовольствие, а это популяризация нашего вида спорта. С ветеранами приходят семьи, дети, дети начинают заниматься хоккеем. Это большое дело, это то, что как бы и задумал наш президент. Региональный этап соревнований в Чувашии пройдет на льду Чебоксара-арена. Первыми в борьбу вступят финалисты прошлого сезона, хоккейные клубы «Энергия 20 век» и «Динамо». Именно им посчастливилось сыграть шайбой в брошенной главой республики Михаилом Игнатьевым и прославленным советским вратарем Владимиром Мышкиным. Сегодня я рад, что ледовый дворец востребован. Все это построено для жителей Чувашской республики, для наших гостей. Очень много будет хаман здесь, очень много эмоций, энергии, ауры хорошей. Так что надо радоваться этому событию. Я хочу пожелать всем нашим хоккеистам победу. Последние три года путевку в Сочи завоевывали игроки «Энергия 20 век». Именно эти представители Чувашии сражались не только за главный трофей соревнований – Кубок ночной хоккейной лиги, но и за президентский грант на строительство Дворца спорта. В этом году команд-участниц вновь ожидают серьезная борьба. Уступать никто не планирует. У нас ночная хоккейная лига, после работы мы любители. После работы приходим на лед, от работы отвлекаемся. Нам это очень помогает в работе и в жизни, и в семье тоже. В свои силы, конечно, верим. Поэтому мы играем, выходим на лед, получать удовольствие, показать зрителям, чтобы они играли, тоже занимались хоккеем. Настрой у нас один всегда. Мы выходим побеждать, иначе зачем выходить вообще на лед? Ребята все настроены положительно, хотят выиграть. И в пятый раз у нас получается юбилейный. Хотим поехать. И в этом году, дай бог, если мы выиграем здесь, мы и там тоже удачно должны выступить. В первом из матчей победа вновь оказалась на стороне лидеров прошлого года. Встреча завершилась со счетом 3-1. Также в стартовый день соревнований команда «Армада» сумела обыграть «Спартак», и хоккейный клуб «Восток» склонил счет в свою пользу в игре против пламени. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика. Это все новости понедельника. Я прощаюсь до завтра. Вас еще ждут картинки с выставки. Рассказ о предприятиях перерабатывающей промышленности, которые приняли участие в Дне работника сельского хозяйства. Не переключайтесь. Искусство рождения хлеба. А так звучит слоган крупнейшего заготовителя зерна и производителя мукомольной продукции в Поволжье акционерного общества «Чуваш Хлебопродукт». Предприятие производит важнейшие товары народного потребления, высококачественную пшеничную ржаную муку всех сортов, а также крупы – манную, пшеничную, перловую, ячневую. Предприятие имеет филиалы в разных районах республики. Это элеваторы и хлебоприемные предприятия с высокотехнологичными мукомольными комплексами. Чувашский элеватор является одним из основных производителей пшеницы Чувашской республики. Основной вид нашей продукции, конечно, это мука. Их у нас всего 8 сортов. Также наименование весь ассортимент круп. Начиная от пшеничной, перловой, ячневой, манной и так далее. Ну и, соответственно, это одна из наших новых разработок. Это и пшеничного труба в фарсовке, и зародышевые хлопья. Новинку Чуваш-хлебопродукты – пшеничные зародышевые хлопья специалисты часто называют эликсиром жизни. Они являются источником белка, легко усваиваемых углеводов. Кроме того, содержат множество витаминов, микроэлементов и аминокислот, которые необходимы организму для строительства новых клеток. Для того, чтобы хлопья лучше усвоились, их рекомендуют употреблять с молочными продуктами, соками, медом, добавлять в супы, каши, кондитерские кремы и даже торты. Это является естественным чечением организма. Мне очень понравилось. Я думаю, все, что выращено на нашей земле, все является вкусным и полезным. Сейчас АОЧ «Ваш хлебопродукт» является основным поставщиком муки предприятием хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности республики. Высококвалифицированный персонал, современное оборудование, аттестованные лаборатории и уникальная система контроля на протяжении всего технологического цикла переработки зерна в крупу и муку гарантируют отменное качество и безопасность продукции. Живи с молоком! По таким девизам производят молочную продукцию компания «Ядрин молоко». Предприятие существует на молочном рынке более 80 лет и является одним из крупнейших производителей в Поволжье. Ядринский молокозавод оснащен современным оборудованием, которое соответствует всем международным стандартам. Не так давно было открыто новое производство по переработке молока. Ежедневно с конвейеров сходит 200 тонн различной молочной и кисломолочной продукции. Весь лучший европейский опыт мы внедрили на своем предприятии. В этом году мы освоили систему ХАСП, гарантируем безопасность нашей продукции для покупателей. Наша компания все делает для того, чтобы обеспечить как жителей нашей республики, так и предприезжающих районов высококачественной натуральной продукцией. В кратчайшие сроки товар доходит до потребителя. Жители Чувашии по достоинству оценили продукты Ядринского молочного завода. Молоко, йогурт, сметана, масло. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 40 наименований. Бренды «Наша корова» до воля уже полюбились многим покупателям. По маслу молоко все время покупаю. Ну, я как-то привыкла уже. Мне нравится Ядринское молоко. Там сметана и молоко. Обычно беру я масло, постоянно тоже беру. Цены низкие, нормальные цены. Можно брать всегда. Любое время устраивает меня. Молочные и кисломолочные продукты от Ядрин молока известны и за пределами республики. Предприятие постоянно принимает участие в конкурсах и выставках и не остается без наград. Грамотами и дипломами отмечено множество продуктов. Совсем недавно копилка пополнилась. На выставке «Золотая осень» продукция компании была удостоена золотых и серебряных медалей. Награды и доверие покупателей – показатель высокого качества выпускаемых продуктов питания. Секрет успеха прост. Использование натурального сырья, соблюдение технологии производства и контроль на всех этапах выпуска продукции. Вот уже более 40 лет Маргаушская птицефабрика по праву занимает лидирующие позиции по производству куриного яйца. Из года в год фабрика повышает качество продукции. Подтверждение тому – золотые медали, которые завоевывает компания на различных выставках. Увеличиваются и объемы производства. Наши предприятия ежегодно стараются наращивать объемы производства. Так, в 2015 году, то есть в этом году, мы стараемся получить 90 миллионов штук яиц, что на 12 миллионов больше по сравнению с прошлым годом. Мы работаем на благо наших покупателей. Несмотря на то, что ежегодно цены на сырье дорожают, мы стараемся сохранять наиболее приемлемые цены для наших любимых покупателей. Поэтому всем рекомендуем покупать только маргаушские яйца, так как они вкусные и полезные. Благодаря уникальной комбинации протеинов и полезных жиров в своем составе, куриные яйца по праву считаются одним из самых незаменимых продуктов. Содержащиеся в них вещества снижают риск образования катаракты, способствуют защите глазного нерва, спасают от мышечной дегенерации. Яйцо по праву считается ценнейшим диетическим продуктом питания как для взрослых, так и для детей. На маргаушской фабрике используются только натуральные корма, прошедшие сертификацию. Ветеринары внимательно следят за состоянием каждой курицы, что полностью исключает попадание некачественного товара на прилавок. И как результат популярность продукции у покупателей. Мы с продукцией маргаушской птицефабрики фактически знакомы. Покупаем разные категории яйца, небрезгуемые второй категории. Кстати, второй категории яйца, говорят, даже ценнее, потому что они помельче и витамины там сконцентрированные. Очень хорошее качество, спасибо им большое. Ну дай бог, чтобы всегда на наших прилавках были вот такие качественные продукты. Маргаушская птицефабрика привлекает высоко квалифицированных специалистов. С каждым годом расширяет свое производство. И не собирается останавливаться на достигнутом. У павильона фермерского хозяйства Василия Семенова было многолюдно. Здесь угощали квашеной капустой, без чего россияне, пожалуй, не могут представить зиму. Около девяти лет назад с полей хозяйства собрали настолько большой урожай, что хранить кочаны было попросту негде. Капусту решили заквасить, а чтобы выбрать интересные и вкусные рецепты, провели районный конкурс. Сейчас в хозяйстве из овощей делают десятки соленых блюд. На прилавках они никогда не залеживаются. Очень вкусно. Первый раз пробую. Вообще изумительный вкус. Я сама капусту, огурцы соленые очень люблю. Вообще не могу без них жить. Отменно. Особенно с виноградом. Очень вкуснятина. Витамины. Красота. Энергия. И стройность. Капуста острая, по-грузински салатная. Рецепты на любой вкус, потому и потребители всегда находятся. Семеновские соленья теперь уже под брендом ИНЕШ тоннами уходят в Казань, Набережные Челны, Ижевск, Новочебоксарск, Чебоксары. Мы пока никакой химии не применяем при переработке. Только соль, сахар бывает, вода и в некоторых салатах уксус. Все натуральное, поэтому всем нравится. Все квасим, солим в бочках. Мы все делаем по-старинному. Политическая ситуация в мире сказывается и на капустных грядках. Подорожали удобрения семена и средства защиты от вредителей. Однако санкции, как следствие, политика импортозамещения открывает интересные перспективы. Так, в хозяйстве уже задумываются о выращивании брюссельской цветной капусты. Это, конечно, пока далекие перспективы. Что касается приближающейся зимы, то никакой эмбарго россиян без любимых соленей не оставят. Мы в нужном, необходимом количестве можем обеспечить и солениями, и квашениями. Огурцов у нас в полтора раза больше, чем в прошлом году. Капусту тоже больше собрали, положили на хранение. Поэтому проблем с этим нет. Накормим. В столице Чувашии капусту от фермера Семенова можно приобрести по оптовым ценам в торговом комплексе на улице Николаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова